МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ-21+, в студии Татьяна Куфенко. В правительстве Мурманской области появилось новое подразделение. О его задачах и руководстве на оперативном совещании рассказал Андрей Чибис. Новое Министерство региональной безопасности возглавит Эрик Хисматулин. Он займется в основном предотвращением чрезвычайных ситуаций, взаимодействием с организациями в экстренных случаях и повышением уровня правопорядка в области. Конечно, это и вопросы деятельности антитеррористической, антинаркотической комиссии. Тема наркотиков, распространения наркотиков, она тоже является острым вопросом. И все, что касается аварийно-спасательных служб, но и координации деятельности по организации размещения жителей, прибывших с Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Решение о создании министерства приняли оценив последствия ситуации в Ковдоре. Там 4 июля произошла массовая драка. Тогда несколько человек, в том числе несовершеннолетние, получили серьезные травмы, а трое участников были задержаны. Помимо этого, губернатор рассказал о результатах поездки в Донецк. Основная цель командировки – доставка гуманитарной помощи из Мурманской области. Кроме этого, губернатор пообщался с участниками специальной военной операции. В Донецке делегация попала под обстрел. К счастью, никто не пострадал. Тем временем по всей России проходит акция «Бабушкина забота». Пожилые люди своими руками создают подарки для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мурманчане не остались в стороне. Подробнее Кирилл Грапиняк. В нём защитная ривна сёрка, она с ума меня сведёт. Рукоделие многим нынешним бабушкам привили с детства. Из-за дефицита тканей и одежды им приходилось становиться для себя и портными, и дизайнерами. Галина Агамюк умеет делать шапки, свитера, носки, варежки. После того, как её дети и внуки выросли, она начала создавать игрушки для соседской ребятни. Пальчики работают. И желание. И деточкам подарить. Знаете, они как радуются. Это тоже радует. И меня радует. Вязание – это очень нужная процедура. Очень хорошая. Мало того, что вещи кому-то какие-то нужны. Я-то говорю, что мне уже ничего не надо, поэтому так вот в игрушки играю. Но всё равно очень-очень это нужно. Галина вместе с другими мурманскими серебряными волонтёрами вяжет тёплые вещи для жителей ЛДНР. Рядом сидит Людмила Машникова. Она держит спицы в руках с пяти лет. Сначала хотела сделать носочки. Увлеклась процессом и получились варежки. А сейчас тем более вот такая акция – помочь людям Донбасса. Мы вместе с ними, мы сочувствуем, мы сострадаем. И вот тепло, которое мы передадим в эти вот вещички, оно перейдёт туда. В общем, мы их помним, любим. И бабушек тоже, пожалуйста, ценим. Как отмечают сотрудники комплексного центра, такие акции пенсионерам нравятся. Они на своём примере показывают другим людям, что важно не оставаться в стороне. Это важно, наверное, не только для пожилых людей, для старшего поколения, но и для молодёжи. Они видят, с каким теплом, добротой и заботой относятся взрослые. И им есть на кого равняться, с кого брать пример. Акция «Бабушкина забота» продлится до конца августа. А после все вещи передадут жителям Донецка и Луганска. Кирилл Группеняк, Борис Савельев, ТВ21+. Снять короткометражку за две недели – такую задачу себе поставили участники кинолаборатории в Мончегорске. Под руководством профессиональных сценаристов и режиссёров они постигают азы киноиндустрии. Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Табуретка». Потому что нашим героем в этом огненном блоге может оказаться хоть губернатор. А по дороге, будь здорово, он может оказаться в бункере. При этом ничего не отменяет, что в горах они оказались из-за того, что Мончегорск стал столицей России. Полёт фантазии – это прекрасно, но хороший сценарий всё-таки пишется по определённым законам. По каким мончегорцам объясняют профессионалы, приехавшие в город на фестиваль «Табуретка». Кинолаборатория – один из проектов, в котором горожане могут поучаствовать в эту фестивальную пору. За две недели мы снимаем короткометражный фильм. То есть мы пришли, у нас не было никакой идеи. Все идеи рождаются там, все идеи придумывают сами участники. И дальше это будет их собственный фильм, который они написали и сняли. Этот фильм 20-го числа мы презентуем. Они все пройдут по красной ковровой дорожке, они прикоснутся к миру кино. Первый шаг к созданию фильма – определить нарратив. Из множества вариантов выбрали один. Герои фильма снимают видеоблог и поднимаются на гору, где происходит извержение вулкана. Чтобы создать интересных персонажей и прописать захватывающие события, которые с ними будут происходить, участники кинолаборатории разделились на три группы. И тут бамс, один валун скатывается вниз и сбивает ту самую девушку, которая ему нравилась. Главная задача кинолаборатории – дать людям возможность попробовать себя в разных киношных профессиях. Арина Кирьянова учится в колледже печати и дизайна на факультете издательского дела. Писать сценарии – возможно, ее будущая работа. Начинали, да, это такие детские приколюхи какие-то, когда в лагере снимали разные мистические истории. Какие-то, ну, сами придумывали, снимали. И, собственно, поэтому и выработался интерес к такому виду деятельности. В ближайшие дни команда допишет сценарий и начнет кастинг актеров. Его планируют провести 10 августа в Центральной детской библиотеке в Мончегорске. Создатели фильма приглашают принять участие всех желающих. Более подробную информацию можно узнать в группе ВКонтакте фестиваля «Табуретка» по ссылке, которую вы видите на экране. Лада Егорова, Максим Чинкин, ТВ21+. Футбольный клуб «Север» сыграл против гостей из Великого Новгорода. Зрелищное открытие второго круга чемпионата Северо-Запада России прошло на стадионе профсоюзов. Как прошел домашний матч и когда в следующий раз можно будет поддержать красно-белых настроителя, расскажет Евгения Гречуха. Мурманский футбольный клуб «Север» вновь порадовал болельщиков победой. Первый матч второго круга чемпионата Северо-Запада – игра против «Электрона» из Великого Новгорода. Тренироваться начинали после краткосрочного отпуска с 15 июля. И вот эти вот две-три недели работали по одной-две тренировки в день, готовились к второму кругу. Долго ждать первый гол не пришлось. В первом же тайме мяч оказался в воротах соперников. Родион Шишов пришел в Север в этом сезоне. По его словам, череда побед в чемпионате – результат верного настроя и постоянных тренировок. При таком раскладе никакой дождь планам не помешает. В первом круге играли мы здесь, в Мурманске, в жару 30-ти градусную. На самом деле, ну это не дождь, это так капает. Погода очень футбольная. То есть слегка влажное поле, не жарко, быстро мяч ходит. Ждали с удовольствием начала второго круга. Все старались. Хорошая рабочая атмосфера. Шутки, раздевалки, хорошее настроение. Все отлично. Долго не было севера у нас в городе, поэтому очень интересно. А часто ходите? Ну теперь да. Болеем за игру. Да, просто смотрим, наслаждаемся футболом. Последнее время у ребят все получается. Интересно смотреть, что это все вживую происходит, а не на телевизоре. Хотелось бы вообще от всех болельщиков, наверное, пожелать, чтобы вошли в высшую дивизиону. ФНЛ-2. Удачи им. И побольше красивых голов. Счет на табло после первого тайма впечатляет 5-0. По словам наших футболистов, они не слишком удивлены и от второго тайма ожидают не меньшего успеха. И не зря. Закончилась встреча со счетом 7-0 в пользу наших. Это самый высокий результат в нынешнем сезоне чемпионата Северо-Запада. Следующая игра против звезды из Санкт-Петербурга состоится на домашнем стадионе 13 августа. Евгения Гречуха, Татьяна Лежняк, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Победу в престижном теннисном турнире одержала уроженка Алинигорска Людмила Самсонова. В финале соревнований женской теннисной ассоциации она обыграла спортсменку из Эстонии. После игры девушка призналась, что матч был сложный, поскольку подачи соперницы были по-настоящему хороши. Несмотря на это, закончился он с результатом 4-6, 6-3, 6-3. Так Людмила завоевала второй титул в личной карьере. Она, хоть и выступает за Россию, с двух лет живет и тренируется в Италии. Если вы смотрели выпуск не сначала и что-то пропустили, его всегда можно увидеть на нашем YouTube-канале, пройдя по ссылке на сайте и в соцсетях. Телефон редакции для ваших новостей 400-870. Не забывайте про вайберы, ватсап и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. На погоде в Бурбенской области на сегодня 8 августа. В Кандалакше до плюс 15 без осадков. В Убе плюс 13-15. Возможны дожди. В полярных зорях пасмурно 12-14. В Апатитах чуть холоднее. 11-13 без осадков. В Кировске 10-12 градусов со знаком плюс. Осадков не предвидится. В Кавдоре возможен дождь, но чуть теплее. 11-13. В Мончегорске до 14 градусов со знаком плюс. Без осадков. В Лавозере дождь и 10-12. В Оленигорске дождливо 11-13 градусов. В Никеле осадки. Температура воздуха около 12 градусов со знаком плюс. В Заполярном дождь и 11-13. В Североморске температура воздуха примерно такая же. 11-13 градусов и осадки. В Мурманске дождливо 10-12. На этом наш выпуск завершен. В студии с вами была Татьяна Куфенко. Увидимся в вечерних новостях в 18.30 и в 19.30 на ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова